Мы читаем далее у Марка во второй главе с 1 по 12 стих. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места. И он говорил им слово и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Видите, он говорит им слово, но те, которые пришли, слово не слышали. Он говорит собравшимся слово, но по определению те, которые пришли, они несли расслабленного. Они не могли слышать этого слова, и они приходят со своим другом для того, чтобы его исцелить. Естественно, что расслабленный тоже мало что слышал. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, то есть не имея возможности даже слышать его, раскрыли кровлю дома, где он находится, и прокопав ее, спустили в постель, на которой лежал расслабленный. Те, кто был в Капернауме, или те вообще, кто был в Израиле, знают, что дерева немного, но очень много камней. И дома строились таким образом, чтобы можно было вырубить какой-то отдельный кусок камня, который бы лежал на двух прилегающих сплошных колоннах. Вот, естественно, что эти камни не могли быть безразмерны, они должны были быть определенной величины, чтобы они вообще были подъемными, поэтому шаг колонн в этих домах очень небольшой. Естественно, что крыша не могла быть фундаментальной. Естественно, что никто не мог поднять, и тем более разобрать крышу. Кто был, там видел, что балки каменные, наверное, с сечением 20-25 сантиметров. То есть, абсолютно отпадает разобрать такую крышу. Поэтому вот это был шаг этих колонн. А крыша представляла собой нечто вроде кущей, которые можно было очень легко разобрать. На нее просто было подняться, потому что несущие были каменные, но разобрать ее никакой проблемы вообще не было. Поэтому, когда вам приходится слушать проповеди, что они не просто его подняли, но еще разбирали каменные крыши, это немножко не соответствует истине. Разобрать там абсолютно нечего было. Это буквально было несколько пальмовых веток, прикрытые скрепляющим каким-то раствором, а очень часто их просто нет. И вот они проносят к нему этого расслабленного. И смотрите, видя веру их, не расслабленного, а видя веру их, говорит, это прощается тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Что же он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют о себе, сказал им, для чего так помышляете? Что легче сказать, прощается ли расслабленному тебе грехи? Или сказать, встань, возьми свою постель и ходи. Чтобы вы знали, Сын Человеческий имеет власть на земле, прощает грехи, говоря расслабленному тебе встань, возьми и так далее. В свое время у Вефезды, или Бейтхезды, когда ангел входил в воду и возмущал ее, тот, кто первый входил в воду, он получал исцеление. Иисус, имея там такого же расслабленного, говорит ему вот эти знаменитые слова, встань, возьми свою постель и ходи. В иудаизме, когда постель имеет в виду о смерти, там речь идет, по-моему, 38 лет, если я не ошибаюсь. Так вот, логично было бы сказать, встань и оставь свою постель, где она есть, и уходи. Потому что постель, на которой лежит расслабленный, не было гигиенических возможностей, которые есть сейчас, не было социальных служб страхования, не было бесплатной или небесплатного медицинского обслуживания. Поэтому можно себе представить, во что превращалась постель расслабленного. Тем не менее, Иисус говорит, бери ее и ходи, бери ее и ходи, бери свои ложи смерти и ходи с ним. Постоянно повторяющийся мотив уравинов в связи с этой постелью, которую они толкуют, как не теряй память. Помни, кем ты был, помни, кем ты был. Наш приход к Спасителю – это не амнезия памяти. Мы должны постоянно помнить, кем мы были и знать, кем мы стали. По своей великой милости Господь Бог прощает грехи, и все изумляются и проставляют Господа Бога. Это мы читаем и у Марка, и у Матфея, и у Луки. Что легче сказать – прощается тебе грехи твои или встань и иди? Конечно, легче сказать – прощается тебе твои грехи, потому что этого никто не может проверить. Любой шарлатан может сказать – прощается тебе твои грехи. А прощается или не прощается – это вопрос, который остается между человеком и Богом. Этого никто не знает. А вот чисто по-человечески сказать расслабленному – встань и пойди – это вопрос более сложный. Поэтому Иисус применяет тот метод, который в иудаизме называется «кальве хомер». «Каль» – это легкое, «хомер» – это «хумры» – обозначает что-то тяжелое. То есть от простого к сложному. Если я мог сделать сложное, то, естественно, я смогу делать и простое. Поэтому, когда Иисус говорит – если я вам показываю на то, что вы считаете более сложным или более видимым, вот так вот сделать, то как же вы можете мне не верить в то, что я вам говорю правду? И всегда, когда речь идет о вере, Иисус никогда не говорит – вот что я вам сказал, вот что я вам сказал. Он по-третьей говорит – какое из моих дел? Какое из моих дел? Вера Иисуса, и здесь она вполне конкретная вера. Вера, которая спасает – это вера в праведность Бога, осуществляемая на земле посредством дел. И здесь, и во всех дальнейших местах, где мы будем следить с вами за жизнью Иисуса, я хочу, чтобы вы запомнили один абсолютно важный элемент – вера без дел мертва. Ее просто не существует. Никакая декларация веры, вера, которая где-то там внутри меня, никто не может в это вмешиваться. Близкие отношения с Богом, слово, которое безумное придумывали, интимные отношения с Богом. Интимные отношения по-русски – это значит половые отношения. Близкие отношения с Господом Богом, мол, не замай, никто, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Те, в чьей жизни вера не реализуется, у дела никакой веры не имеют. Господь, что Господь Бог – судья, но Иисус постоянно на всем протяжении Его служения, и далее, потом, в жизни апостолов и всех героев веры, вера, которая не имеет конкретных дел, не связанных на обязательное напрямую уверовать, человек не уверовать, мы служим людям, потому что мы не можем не служить им, и Иисус вот как раз является таким примером. Большое дело начинается с малого пожертвования, и пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от евреев, ну и будем говорить с вами, продолжать говорить о жизни нашего Господа, основываясь на компиляции из трех синаптических Евангелий, Матфея, Марка, Луки и Евангелия от Иоанна. Мы будем читать с вами сейчас из Матфея, девятая глава. Проходя оттуда, девятого стиха, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и последовал за ним. Ну, вы все прекрасно знаете этот сюжет. Он написан также и в Евангелии от Марка во второй главе, и в Евангелии от Луки. В пятой главе давайте попытаемся понять, что происходит здесь в еврейском контексте. Он призывает Матфея или сына Леви, сына Алфея, его работой было собрать налоги для Римской империи. И существало два вида сборщиков налогов. Один, которые собрали так называемые подоходные налоги, а другие, которые были таможенниками. И вот Матфей как раз принадлежал к второму наиболее ненавидимому подвиду таможенников. Потому что, с одной стороны, он работал на поработителя, а с другой стороны, он еще и обирал еврейский народ. Раввины вообще считали, что по отношению к этим людям, они их даже считали недочеловеками, все средства хороши, можно даже обманывать их, можно проносить вещи за их спиной. Потому что это считалось не просто глубоко непорядочные люди, но и люди, которые сравнивались с блудницами. Ну вот, например, что пишут по этому поводу еврейские устные источники, записанные позднее того времени. Нет семьи, которой был бы сборщик налогов, и она вся не состояла бы из сборщиков налогов. Нет семьи, в которой не было бы одного разбойника, и вся семья не была бы разбойниками. Потому что, если они покрывают их, то и сами они такие же, как и он. И в свете этого понятно, что, естественно, отношение к мытарям было чудовищное. Писание говорит, что когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ест и пьет с мытарями и грешниками. Мы говорили с вами же о том, что фарисеи очень чувствительно относились к понятиям ритуальной чистоты. Находиться в одном доме или общаться, праведник не ходит на совет нечестивых, как говорится в псалме, находиться в одном доме с мытарями, с грешниками, с блудниками, совершенно есть и пить с ними было совершенно неприемлемо для фарисейской праведности того мира. Я могу прочитать два отрывка из Талмуда. Один из трактата Сан-Идрин, другой из трактата Барахот, чтобы просто подтвердить эту мысль. Так поступали люди чистого сознания, говорится в трактате Сан-Идрин 23. Так поступали люди чистого сознания в Иерусалиме, никогда не подписывали никакой документ, не зная, кто остальные подписывающие. Никогда не садились судить в суде, не зная других судей. Никогда не возлегали к трапезе, не зная, кто воздержит рядом с ними. И в трактате Барахот шесть вещей свидятся мудрецы. Да не станет он выходить в город унощенным, и не будет ходить один ночью, и не будет ходить в заплатанных ботинках, не будет разговаривать с женщиной на улице, не будет воздержать на трапезе с простолюдинами, и не будут ходить последним в дом учения. Понятно, что в свете этих предписаний поступок Иисуса выглядел более чем странным, и не мог не вызвать у них удивления. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Он приводит, естественно, отрывок из Осии, ибо я пришел призывать не праведников, но грешников к покаянию. Пойдите и научитесь, это известный еврейский фразеологизм, который несколько перефразированный звучит в Евангелии от Матфея, 28 главе. Пойдите и научите, это была формула, когда она отсылала нас всегда либо к историческому событию, или к какому-нибудь отрывку из Писания. Вот, например, как пользуется этой фразой раби Ицхак, раби Шимон Ицхак, или Раши, это 11 век, 11 век, да, он пишет следующее, я слышал аллегорическое толкование, разъясняющее стих согласно его прямому смыслу. По праву схватил его, чтобы удержать, а не дать первым выйти, потому что Яков был зачат первым, а Иса вторым. Убедитесь в этом, дословно, цэ лэ уль мат, идите и научитесь, идите и научите. На примере трубки с узким отверстием, говорит Раши, положите в нее два камешка, один за другим, вошедший первым выйдет последним, вошедший последним выйдет первым. Итак, Исаав, зачитый последним, вышел первый, Яков, зачитый первым, вышел последним. И поэтому Яков хотел удержать его, чтобы родиться первым, равно как первым был зачат, чтобы развернуть ему материнскую трубу и по праву владеть первородством. Иисус развивает слова Иосии «милости хочу, а не жертвы». И в трактате «Авот де Раби Натан» она объясняется следующим образом эти слова. «Милости хочу, а не жертвы» объясняется так. «Важны для Всевышнего больше милости, чем жертвы, и знание Бога милее ему, чем все сожжения. Поэтому, если человек сидит и заучает торе нуждающихся в богопознании, согласно торе он выше, чем тот, кто приносит жертвы». Мы видим, что на самом деле были раввины и были раввины. Были учители и были учители. Не было однозначного понимания того, что важнее милости или жертвы. И когда Иисус выступает против определенной группы раввинов, книжников, то это не значит, что он выступает против всех. Безусловно, были на примере, который мы прочитали с вами, только те, которые на самом деле считали, что милость – это важнее жертвы. Так они интерпретировали стихи из Осии. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok